ЛЮЦИСЫНЬ Если первая задача трёх тел вам понравилась, обязательно читайте «Тёмный лес». Повторюсь, что продолжение на таком же высоком уровне, хотя, возможно, даже чуточку выше. Итак, «Тёмный лес». Напомню, что это научная фантастика, значит, в ней будет много научных терминов из физики, химии, математики, астрономии, инженерии и других различных наук. Конечно, людям-гуманитариям, таким, как, впрочем, являюсь и я, трудновато вникать во всю эту научную тему, ну, потому что многое непонятно, но это не страшно. На самом деле, читать это тоже интересно и, повторюсь, познавательно. И ЛЮЦИСЫНЬ так построил роман, а, может быть, это переводчики так постарались. Перевод, кстати, изначально был с китайского на английский, а потом уже с английского на русский. Но думаю же, что всё-таки ЛЮЦИСЫНЬ так построил роман, что вот я заметил такой момент, когда тебя перегружают различными научными понятиями, когда голова уже начинает просто закипать. Далее, через несколько страниц, сюжет переходит в такую динамику, происходят такие неожиданные события. Сюжет ещё сильнее закручивается, и вообще, читая что первую книгу, что вторую, предугадать ход сюжета просто невозможно. Думаешь, что сейчас вот пойдёт вот как-то вот так вот, как бы, думаешь, ну, предсказываешь, что вот, наверное, пойдёт вот что-то вот так, а оно бац, и идёт вообще всё по-другому. Вот этим сюжет как раз и притягивает. События во второй книге уже развиваются в двух временных частях, в настоящем и будущем. Прошло уже более сотни лет, Земля совершенно другая, сами люди, и всё вокруг изменилось, но не изменилось главное. Это продолжается поиск способов защиты человечества от вторжения чужой внеземной цивилизации и уничтожения человечества. Трисаляриане, так в книге называются инопланетяне, они с планеты Трисалярис, и вот эти инопланетяне, они уже на пороге и стучатся. Было интересно встретить некоторых персонажей из первой книги, к сожалению, не всех, так как действие происходит по прошествии сотни лет, и многие, соответственно, уже просто не дожили. А некоторые персонажи погибли при контакте с инопланетянами. Но дальше не буду вам рассказывать сюжет, почитаете, сами всё узнаете. Это очень интересное продолжение трилогии, а я уже, кстати, начинаю читать третью, заключительную часть. Очень интересно, чем же всё это закончится. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok